Обращение в Объединённый Профсоюз Работников Рая и Ада Если солнце моё, не моё солнце, если сердце моё, не моё сердце, если мысль моя, тень чужих мыслей, то зачем я есть? Зачем коптить своими восторгами небо и делиться с миром тем, чего и так в преизбытке? И полоснуть бы, как кинжалом, воплем по нему, но и это повтор. Закат ещё хранит следы Божьих лобызаний, вглядываясь в эту размазанную помаду, я тщетно селюсь понять, что надобно от меня вечности, к чему зовёт она, для чего вторгнула меня в бренная изуютность своей колыбельки. Мне скучно, как будто я живу 321-ю жизнь из отведённых 340, и муть вселенского повторения обволакивает меня отовсюду закатным сиропом, и я понимаю, что опять захлебнусь в ней, проникнусь, как и последняя травинка этого мира, всесильной болью отчаяния. Бежать некуда. Везде то же, что и 320 жизней назад, и эти покосившиеся хаты, и намокшие стога, и коровы с обречённым взглядом, будто напомнить хотят о том, что не надо вспоминать. Всё несвершившееся было, всё несодеянное повторится, всему неизмысленному лишь предстоит довершить законченное. Бунту и рвись, но небу всё равно, какой из нелепых оскорблений кинешь ты в его безбрежность. Стремись и добивайся, но солнце уже 5 миллиардов лет не для тебя светит. Не бойся и бейся, покуда не поймёшь, что весь твой бунт — лишь необходимая часть общего порядка вещей. Просто так заведено. Кто-то должен смеяться, а кто-то обречён на слёзы, кто-то разбросает камни, а кто-то после будет мучительно их собирать. А кто-то должен сидеть на пригорке, обозревая бескрайность безысходности и втягивать прелый запах вечности, от которого густеет кровь и костенеют сосуды сердца.